В советской киноклассике радостно видеть родные и знакомые лица, пришедшие на встречу с прекрасным, невзирая на климатические условия. Но климатические условия сегодня на самом деле чудесные. Золотая осень, прекрасная московская осень, друзья. Да, поэтому в связи с этим особенно приятно и радостно, что вы пришли в этот клуб, в этот зал с, я бы сказал, символическим названием «Альма Матер». Мы вас приветствуем! Наш сегодняшний концерт, наша программа посвящена творчеству Леонида Симакова. Я думаю, что это имя вы знаете, слышали, по крайней мере, особенно те, кто увлекается авторской песней. В 1985 году мне и моим друзьям посчастливилось познакомиться с Леонидом Павловичем Симаковым. Это было втушено на одном сборном бардовском концерте. И мы тогда не просто познакомились, а это развилось в гораздо более близкие отношения и даже в творческое сотрудничество. В ту пору я выступал в ансамбле, был членом ансамбля «Мышеловка». И мы сделали программу его песен, и с этой программой позже многое выступали, гастролировали. В 1985-1988 году, вот в тот период до смерти Леонида Павловича Симакова, мы очень много общались, близко общались, бывали на его концертах, более того, даже сами организовывали некоторые его выступления. Мы были тогда совершенно очарованы и его обаянием, и его песнями, как бы сейчас сказали, такой мощной харизмой этого автора. Леонид Павлович Симаков родился в 1941 году, то есть в этом году, в июле месяце, ему исполнилось бы всего 70 лет. Будучи старше нас, тогда еще 25-летних, аж на 20 лет, и являясь режиссером, сценаристом, актером, но работал актером театра на Таганке в свое время, автором замечательных песен, мы к нему относились, конечно, с повышенным пиететом. Это был действительно удивительный человек, так сказать, аристократ духа. И вот уже недавно, в начале этого 2011 года, в знак памяти о нем, а также, так сказать, из любви к его произведениям, мы записали, я и вот мои друзья-музыканты, мы записали в студии и выпустили пластинку с его песнями. Значит, сейчас мы продолжаем, так сказать, наши творческие изыскания, мы работаем над следующим сборником песен. В новый диск войдет как классика жанра авторской песни, так и песни, написанные моими друзьями, современными авторами. Но, как всегда, в основе нашей работы давняя творческая концепция, действительно, мы давно ее придерживаемся, это поиск интересных, порой нестандартных для жанра авторской песни инструментальных музыкальных решений. Как однажды верно заметил Дмитрий Антонович Сухарев, один из классиков жанра, и в авторской песне, сказал он, все должно быть совершенно, не только стихи, но и музыка, и исполнение. Я тоже придерживаюсь, давно придерживаюсь этой точки зрения, и мне приятно, что, так сказать, мое мнение, очень давнее мнение совпало с мнением, ну, можно сказать, классика. Ну, вот именно это стремление к совершенству и, так сказать, толкает нас на, как выразился бы мой друг, он сейчас в зале, на творческий неупокой. Программу я назвал «Грань перемен и предчувствий». Это по одной из строчек Симакова. Но вот сегодня мы будем балансировать на этой грани перемен под влиянием наших и, надеюсь, ваших предчувствий. Итак, мы начинаем. Грань перемен и предчувствий. Осень. Осенний вальс. Грань перемен и предчувствий. Отколоси. Грань перемен и предчувствий. Грань перемен и предчувствий. Грань перемен и предчувствий. Осенний вальс. Смолкнут последние грозы. Грань перемен и предчувствий. Грань перемен и предчувствий. Осень. Осень. Неотразимой. Уиты. Стала зеленая. Огненно-бурым. Плавы остался ветом. Глубы несомненные дуры. Кто ж сомневается в этом? Осень, красавка, в любую погоду, Но не стесняется грима. Осень на сцене короткого года, Сорокалетняя прима. Птицы и змеицы нас покидают, Нам оставляя надежды. Все перемеется, листья спадают, Словно девичьи одежды по золове. Осеннее нет, столковка из грусти благословенна. Осеннее нет, грамм, перемех и предчувствуй. Грамм, перемех и предчувствуй. Благословенно свойство сострадать. Оно не из церковного прихода, Оно на смену зрелости приходит, Как поздняя осенняя страда. Оно приходит, как уходит страсть, Оно приходит, как проходит зрелость. У старости есть маленькая прелесть, Ее никто не задится украсть. За все, что было, хмурясь от стыда, Не веря в свою собственную старость, Чужую вековалую усталость. Благословляйте, дамы и господа. Песня называется «Кукушка». Песня называется «Кукушка». Ну что, кукушка, ты раскуковалась, Не вороня, к чему мне столько жить? Тебе, видать, по птичьи показалось, Что жизнью стал я слишком дорожить, Что стал я в жизни меньше уролесить, Что стал я на кукушек упавать, Что стал стареть я от неспетых песен, Но перестань, кукушка, кукать. Кукуешь ты без устарей все лето, Бывают же на свете чудеса, Мужского рода вроде вас и нету, А улубитесь почти во всех лесах, У вас, кукушек, непростые судьбы, Вы нерзко продолжаете свой рот, Но люди в этом веке вам не судили, С детьми у нас ничего не разберем, Еще бы мне, кукушечка, хотелось На мамины поминки не спешить, Чтоб до ста лет ей плакать и вернуть, Чтоб до ста лет ей пожелать жить, Чтобы мои черепы родные Давали жбам теркового вина, Что бы и призна, и воверь, и ныне Не жгла мою черепу война. Кукуй, кукушка, можно ли, нельзя ли, Веди за смертью свой нехитрый бой, А человек поделится с друзьями, Богатством нагутованным тобой, Не обещай справедливым злодеям, Смотри, чтобы достойный твой весной. На радость к нашим женщинам и детям Кукуй, кукушка, всем смертьям назло, На счастье нам на этом белом свете. Кукушка, кукушка, всем смертьям назло. Спасибо, друзья. Ну вот мы начали с осеннего настроения. Я имею в виду песню «Осенний вальс». Вот еще одна песня осенняя, но о любви. Романс. Леонид Павлович Симаков. Называется он «В ночи на покровах». Была пустая, а вратцевская дача, Был листопад в ночи на покровах. Была тоска и нежность, и удача, Был я неправ, а жизнь была права. Нам раз была осенняя надежда, И капюшон, и в глине сапоги. Вы не изначально мне подали надежды. Я дурманю вас о сапоги. Я дурманю вас о сапоги. И было все особого значения. Графиналь и хлеб, и греб, и чай, И в бочке счастья ложечка мучения. Был пациент, опять же не означай. Я не искал себе иного места, Чем залезть правом в ваших ног. Вы были столь пленители, мой деспот, Что видит Бог, сберечь я вас не мог. Что видит Бог, сберечь я вас не мог. Нас утешали клятвы и обеты, Нас утомляло пьяное вино. Нам заплетали тихие рассветы, Горячих рук затеяли в винох. Мы с юных лет до самой до могилы Несем в себе надежды на успех. Размотреть есть милая и милый Любовный храм, убежище для всех. Любовный храм, убежище для всех. Любовный храм, убежище для всех. Храм, убежище для всех. Нет от любви ни брони, ни проник. Ты Бог любви, еще не полюбивши. Всех, кто любил, спаси и сохрани. Всех, кто любил, спаси и сохрани. Пула свеча, был шарок листопада. Старинным пледом вас я укрывал. Мне не забыть ни привкуса помады, Ни вкуса слез в ночи на покровах. Ни вкуса слез в ночи на покровах. Но если честно, я не уберег арбузный запах первых поцелуев. Как ставят утку пацаную, арбуз я вам подсунул, не выпрек. Пятнадцать лет у меня было пацаной. Я вдовы слыхал такие первые. Был поцелуй, и это был не первый. Не первый и не только поцелуй. Невнятность двух украденных суббот, Чуть мятный дух ухоженных зубов. Прими, мадам, поэзия в наследство, мой первый грех. Тебе были сказать, пустое дело во грехе спасать себя От ностальгического бегства. Русская народная песня о зиме и о любви зимой. Называется она «Меделец». Не мерейщись, девица. Не мани от рада, не мешай надеяться, Маме, на меня. Грудь моя делится. Родными наградами Генерал подорит мне Белого коня. Ты неси, мой конь, не меня. На мою окопу лицам Мне так сладко колются Травы на лугах. Ты меня, мой черночок, Ты трогай за черночку, Что мне милую пченочку. На двоих ногах Ноги твои белые. Что ж вы делали, Каблы надели вы И меня терзать? Помню, как в полночи Поцелуи будучи, Плыл я, будто в будущем Вашей мамы сядь. Помню, как в полночи Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну вот как-то так. В середине 70-х годов из-за тяжелого заболевания он был вынужден покинуть театр, ну и у него началась совсем другая жизнь. Он пережил физические страдания, связанные с болезнью и депрессией, предательством близких людей, но, как говорится, не сломался. Поменял много профессий, работал он старателем, рыболовым, таксистом. Как вспоминал сам Симаков, много ходил, дошел пешком до Урала, он говорил. Много ходил пешком, потому что доктор советовал побольше ходить. Значит, позже, уже вернувшись в Москву, он работал на Центр научфильма, продолжал писать стихи и песни, сделав это своим основным занятием. Жил в Москве. Следующая песня о Москве. Ну, о месте, так сказать, близкому любому москвичу называется она «Нескучный сад». «Нескучный сад» Из темного лесного дырка, Где под Москве южится плечами, Встать волгой не спеши в Москва-река. На грани, на водевичке печали, В полотистой деревне лужники, Кормились новодевичьи монашки. В итоге лужниковы мужики Пронережут западские замашки, Не уступая листым лесам, Неделя за берег покровами. Поистину хорош и скучный сад, В нему стола по гробам покрывали. Москва-река туманится чуть-чуть, А сёдла мая ловкими мостами. Пожизненная река воскричу, Обладевать нескучными местами. Там подозрение, что Бога нету, Там чудом сохранившийся корнет, Выгуливая в Смольную студенку. Понравится Смолянке старику, По-прежнему захочется ей боль. А ветер хлещет листьями реку, С безумья и сухого Ван Гога, И слушая по мировому суду. Влюбленные вовеки скучать не смели За всё, что лето подделалось в саду. Деревья стала стыдно попросней, Нескучные не скучают вдоль реки, На браслеву трещат сороки дуры. Нескучный сад не смог не перейти В центральный парк сомнительной культуры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Спасибо большое. Обратимся на секунду, друзья, К литературной классике. Цитата. Вот жил я, жил, Говорил Фома духим голосом. Смотрел, нарвало у меня сердце, И вот прорвался на рыв. Теперь я обессилел совсем. Точно вся кровь вытекла. Пойду в трактир к цыганам, да напьюсь. Максим Гольдий из романа Фома Гордеев. Песня так и называется. Монолог Фомы Гордеева. Как похмелье ждет вина, Как земля ждет вина, Ждет гитарная струна Моего куплета. Струну сдугую, тетилом, Да на теном небы, да до крови, Да пластом бы на траву, Да позвали бы доктора. Доктор, брат мой, во кресте, А мне тебя ведь надо, Надо на березовом кресте, Раны как награды. Затуманилась в ниски, Перевизь рассудок, Воспаленные мозги Бредят самосудом. На скандальную молву Разменяться что ли, Да я не первый нервы рву В шантелях истории. Верить в Бога нет им сил, А в себя не верится, От пророков на Руси Кладбище шевелятся. Жить бы до подлых не дразнить, Но судьба химера, Самого себя казнить Просят для примера. Мысли наши топоры, Плаки наши души, Плаки глухие топоры, Топоры послушные. Мыслям с душами порой, Не разобраться, Тракции, Промеж плаки с топором, Лучше бы не соваться. Эх, жизнь, Моя жизнь, Ты моя медовая, Крепче за уши держись, Голова медовая. Опа! 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 Ну, Немножко продолжим цыганскую тему. Значит, Судьбе Леонида Симакова Был такой эпизод, Он об этом рассказывал, Была недолгая история жизни среди цыган. Он как-то, так сказать, Прибился к цыганскому табору, И там он услышал историю, Легенду, Легенду о любви. Молодой цыган влюбился в красавицу цыганку, И это, разумеется, Стремительно привело к весьма неплатоническому роману. Они были счастливы, но недолго. Ровно до той поры, Пока юноша не решил познакомиться с отцом невесты. И вот тут выяснилась барабанная дробь, Что они брат и сестра. Вот для того, чтобы прекратить это преступное кровосмешение, Они, разумеется, были разлучены, И прожили до конца дней своих в нелюбви. Вот так, понимаете, такая трагическая история. Короче, никто не умер, Но история вполне трагическая. Делая аранжировку к этой истории, Так сказать, к этой песне, Симаков написал песню по результатам. И мы решили, что такая история Вполне могла произойти и у балканских цыган. Ночью ароматной от судьбы в награду, Полюбилась мать моя в поле канаграду. Она в слезы планили, Замерла покорно, Дождалась, пока заснет, И зеркал по горлу. Тайна эта целиком Канула бы в лету, Не родился я цыганком, Кликнул по секрету. Ай-яй-яй-яй, Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ни медведь, ни я шапу, Ни днем и ночью, Босиком побольше. Хочется нет ночью, Босиком на поросе Дунуть по водою, Я нисколько не осел И не оседаю. Запахнет храпка я, Граждане, просите, То ли связывайте меня, То ли отпустите. Ай-яй-яй-яй-яй, Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я умижу наверху Купол по ногам, Я наведаюсь в костру К таларным цыганам, Флягу белого вина Забущу по кругу, Пусть покажет мне она Недруга и друга. Фляга выпьется до дна, Языки отдают, У меня одна вина, Речка не хватает. Ай-яй-яй-яй-яй, Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я найду поблеску Глаз ту, Которой нужен, Захочу я в первый раз Стать невервым мужем. Мне затеет ворожить Вдогушка чалэлла, В моем сердце ворошит Все, что очевидно. Мы во внику Обретем Пашанову волю, Мы на воле обретем Новую и волю. Ай-яй-яй-яяй-яй, Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я крутит нас тайком До ушки по флажкам, И свой шрам откатыards Мне взначай покажет. Ты признайся, Старый Ро, Ты скажи, На милость. Уши в поле, Лесерпун Тебе обманилась. Стиснет горькая печаль, горло-пока-пока-пока Он и знал, да не лечал, он сестру и брата Ай-яй-яй, ай-яй-яй Шито-крыто решено все, что было, жалость Брат с сестрой, как муж с женой, плакали, прощались Не воскать мне больше жен, от судьбы не скрывиться Я навек заворожал вдовушкой с сестрицей Полюбил пятая точка награда Ночью окоманную от судьбы награду Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй Значит, я между песнями читаю некоторые, так сказать, небольшие стихотворения Это сонеты того же автора Леонида Симакова Из написанного им венка сонетов Это не была песня, это был просто, так сказать, поэтический труд Владеет миром не судьба, не рок Владеет им амбиции властитых А мир по страусиному инстинкту дебильно прячет голову в песок Мол, нет ни полигонов, ни штабов Мол, нет ни бабьих яров, ни Дахау Разумный мир потупленно вдыхает паленый запах собственных штанов Сегодня мы в плену суеты Сегодня в красной книге Я и ты И все лягушки заодно с прудами Мир уязвим, как домик на песке Но бьется синей жилкой на виске Единство человеческих страданий Следующая песня называется «Застольная» Я к цыганке не пойду ворожить Все дела мои и так хороши На делах моих полын трын трава Да на плахе моих плеч голова Наварил я нынче браги и дом Пусть шамается дурман самогон Пусть слепаются дружки вороньё Лейся честное мужское враньё Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Так наливай, поговори Да зануды, да зари Про мужицкие дела И про женские дела И еще раз наливай Полоскать так, добила Выпивать так, добу сыр Тосковать так, да слезы Растолкуй, гитара мне, растолкуй Где ты прячешь лихоманку тоску Где пасешь ты, топуны неудач Да рассказывай, да не плачь ты, не плачь Плохо старая доска ты поешь Видно, дом мой для тебя нехорош Лучше лезть у меня дома нет Скончить лезть у меня нет монет Нет, 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 нет Так наливай, поговори, да зануды, да зари Про мужицкие дела и про женские тела И еще раз наливай, поласкать так до бела Выпивать так до бузы, досковать так до слезы Маловато нынче нас за столом Видно, многие уже под замком Видно, нам с тобой, дружище сосед Разбираться тут придется за всем Ничего, что тебе молвить не умочь Я готов тебе, братишка, помочь Тебе нужен однозначный ответ Уважаю я тебя или нет Да, так и наливай, поговори О зануды, да зари Про мужицкие дела и про женские тела И еще раз наливай, поласкать так до бела Выпивать так до бузы, досковать так до слезы Я к цыганке не пошел ворожить Все дела мои и так хороши На делах моих полы, трын-тро На плаке моих плеч голова Головой я плаху плеч Трус, я трус Ты не бойся, голова Ты не трус Я ж тебя из заварухи любой Приносил всегда на плаке с собой Алб真的 Ты не reduces Ты не прям Нема Не Э dinner Выпивать так до бела Писать так до слезы Ну, вы хорошо, друзья, знаете такую забаву поэтическую, когда, игра Буримэ называется, когда на предложенные, так сказать, из зала рифмы артист на сцене складывает некие нехитрые стихи. Вот Буримэ на заданную тему жизни от Леонида Симакова. Песня называется «Вальс Буримэ». Зачем жульет, беньги корчевать? Зачем стерня, пан бархат полет? Зачем сногня, шагай, не жалей? Зачем ментай в рюкзаках? Уходим, не ждем. Зачем летает во плотах, чтобы выпасть дождем? Зачем тебя, я, про меня, уничтожено? Теперь все скажут про меня, ничту, тишину? Зачем? Зачем? Зачем орём, что трешкаю лис? Зачем помрём, не мешкаю вернись? Зачем вокзал в бардуну ловить? Зачем вокзал потуда любить? Зачем носили гибера, на гибель врагу? Зачем косили гибера, любили врагу? Зачем я царствую свой лицей, обрём сорока, Когда морщиной на лице даётся строка? Зачем река, чтоб рыбка была? Зачем рука, чтоб гладить? Зачем мольба, мол, боги не лгут? Зачем так хочется успеть пропеть и не проспать, Чтоб на богальковской тропе травой прорастать? Чтоб через капельку росы попасть в саваньяк? И затеруть ко мне носы мои сыновья. Зачем? Зачем? Зачем стесняемся старик? Зачем стараемся сгореть? Зачем кусаются хлопы? Зачем красавицы глупы? Зачем косённая шинель? Иначе помнят, чем шанель? Зачем полжизни на бенгре, Чтоб не замучила негребель? Зачем? Зачем? Мой милый сын, тебе я пригодился, Надеюсь, ты меня переживёшь. Ты здорово придумал, что родился, Ты здорово придумал, что растёшь. Мне без тебя, Черновский, было пусто, Мне было без тебя нехорошо. Пусть вечно зимние та капуста, В которой я тебя, сынок, нашёл, А мне тот свет вовсю уже маячит, Быть хворым, это, знаем, нехорошо. И если бы не ты, мой храбрый мальчик, На хайство выжить я бы не нашёл. Но нас в сапоге ждут мотышки, Они нас очень звали приходить. У них растут ламоты и птички, И не спешат в людей происходить. По вкусу нам молчится рысь и выдра, По вкусу нам, сынок, любая жизнь. Ты, мать себе, сынок, по вкусу выбрал, Тут, правда, вкусы наши разошлись. Мы любим всех животных, мы такие, Животных бережём, мы тут и как-то-кто-кто-кто-кто-кто. Запомни с их любой к живой скотине, Не означая слабости к скотам. Нас женщинами, если ты небесный, Ты испытаешь множество чудес. Нас женщины, сынок, швыряют в бездом, Они нас и возносят до небес. Поэтом у тебя запомнить надо, Что от любви покоя ждать нельзя, нельзя. Из-под небеси, ой, как больно падать, А из долгов непросто вылезать. Любим быть там, ну, конечно, весом, Но это предназначено не всем. Будь в дружбе честен, будь в любви удачен Моя надежда, радость, кровь и плоть Бывай, родной, сто лет здоров и счастлив Бывай, и да хранит тебя Господь Как я говорил в начале, мы сейчас работаем над следующим сборником песен И сегодня мы бы хотели спеть не только песню Леонида Симакова, но показать кое-что новенькое Точнее сказать, кое-что старенькое, из новенького Это будут песни, вот диск, который мы готовим, это будут песни нашего круга, так сказать Песни нашего духовного круга И хотелось бы сегодня вот показать несколько из них Первая песня называется «Детский рисунок» Это еще одна не детская детская песенка, но адресованная, конечно же, к взрослым Автор Евгений Клячкин На стороне под лампочек круг, а за кругом в комнате бра В кроме сразу видно тот рук, кто во мраке ясно, что враг Девочки рисуют дома, но их дома не вьются белым И еще не знает сама, кто чужие здесь и кто мы И вот опять возводится дом, а над домом тянется дым Все плохое будет потом, все хорошее создадим А под дымом варится слух, чтобы каждый в доме был сын Кто-то не захочется спать, сам напомню встанет часы Там деревьев несколько соток, яблоки вверх висят Сами так бросятся в рот Что для жизни надо все есть, чего небо значит пустяк Решено мы жить будем здесь, решено мы жить будем так Нарисуем старых друзей, не заметим новых врагов В этом мире все любят всех, и до смерти здесь далеко Здесь покой из вечной закон, неизвестно здесь слово вдруг Жалко, что кончается он, там же где от лампочки круг Здесь покой из вечной закон, неизвестно здесь слово вдруг Жалко, что кончается он, там же где от лампочки круг Там же где от лампочки круг Там же где от лампочки круг Недалеко от города Санкт-Петербурга есть станция пригородных поездов Которая называется Воздухоплавательный парк В начале прошлого века там поблизости, так сказать, от этой станции Было летное поле, над которым первые российские авиаторы показывали свои чудеса, так сказать И на сегодняшний день остался только полустанок Он носит то же самое название Воздухоплавательный парк Не все иногда понимают, что это значит И, собственно говоря, о тех забавах начала прошлого века Напоминает только этот полустанок И песня Александра Городницкого, которая так и называется Воздухоплавательный парк Куда петербургские жители Какой веселый бежит, где вы, какой вас гонит событие В предместие заданий лесок Как синтепы белые пели Мальчишки и люди стебенные Смеят по лошади военные Оркестр играет вальсок Ах, летчик, отчаянные уточки Шопер с пивом не идут очки И что за нелепые шумочки Скользить по воздушной струе Куда петербургские жители Куда петербургские жители Толпятся губцы и рабочие И каждый без памяти рад Знать, как и именно город В пространстве наполненном холодом От звуки из тройного города Нелепый парень там парад Он так неоклюшим и с помощью Как парусник ветром в легом Ищет опору в пространстве Дом ища, несется он над головой А как забавой, кстати За образ, как радуйтесь, матерей Поскольку весьма заниматель Всепраздничный крим церковой Куда петербургские жители Толпую веселые бежители Не стерю свой след истребители Увека на самой заре Слово небо пустым и свеж еще Достигнут лишь первый рубеж еще Не завтра ли бомбоубежище Отрадут у нас во дворе Друзья, с этими замечательными музыкантами У меня почти не приходится брать в руки гитару А это жаль Вот единственный, так сказать, случай в программе Когда не жаль А, да Отлично Ну, еще раз обратимся к литературной классике Но на сей раз поэзии Уверен, что вы узнаете эти стихи Романс Посвящается, разумеется, женщинам Я вас люблю Хоть я бежусь Хоть этот труд и стыд напрасный И в этой глупости несчастной У ваших ног Я признаюсь Мне ни к лицу и ни по летам Пора, пора мне стать умней Но узнаю по всем приметам Болезнь любви в душе моей Без вас мне скучно я зеваю При вас мне грустно я терплю И мочи не сказать желаю Мой ангел, как я вас люблю Когда я слышу из гостинья Ваш легкий шаг Или платье шум Или голос девственный, невинный Я вдруг теряю Весь свой ум Вы улыбнетесь мне от рады Вы отвернетесь мне тоска За день мучения Мой ангел, я любви не стою Не спею требовать любви Быть может, за грехи мои Мой ангел, я любви не стою Но притворяйтесь, этот взгляд Все может выразить так чудно Ах, обмануть меня нетрудно Я сам обманываться рад Но притворяйтесь, этот взгляд Все может выразить так чудно Ах, обмануть меня нетрудно Я сам обманываться рад Спасибо. Музыку к этим стихам Александр Сергеевич Пушкин Сочинил не Глинка, а наш студенческий товарищ Коля Игнатов. Николай Игнатов Еще одно произведение из дружеского круга Владимир Розенов Володя Розенов написал песню Которую мы тоже сделали Придумали, аранжировки и так далее Песня называется «Солнышко» Но это другое «Солнышко» «Солнышко» Опустило «Солнышко» Девочке приснился лягушонок. Юноши некоженые тропы, Девушке невысливое платье, Дедушке забытые оковы, Бабушке забытые объятия. Дедушке забытые оковы, Бабушке забытые объятия. Только ничего мне приснилось, Но я сидел до ночи у оконца, Я смотрел, как медленно катилась, Поднималась из-за веса солнца. Я смотрел, как медленно катилась, Поднималась из-за веса солнца. Я смотрела, как медленно катилась, Но я стою со стола. Согласен, сердце рекомендуется, Поднималась из-за всего к боли, АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Белый паракон, плывущий по реке, Белый паракон, плывущий по реке. Что же он такой? Может, откровение в смысле приближения дней, что это лепеть? Может, он миром пропалит сновидения, Дурь или хотенье, щучь или веленье? Белый паракон, плывущий по реке, Белый паракон, плывущий по реке. Белый паракон, плывущий по реке. В смысле, по-моему, очень остро многим не хватает. Некоторые, правда, боятся себе в этом признаться. Как нередко декларирует мой близкий друг, я опять обращаюсь к цитированию его, он сейчас в зале. Но прежде чем привести следующую цитату из него, я бы просто хотел сказать, что сегодня среди нас присутствует мой действительно очень близкий друг, доктор медицинских наук, детский хирург, заслуженный мастер спорта по самбо и дзюдо. Я пытаюсь вспомнить все его титулы. Заслуженный тренер всех взрослых и народный друг всех детей. Специалист по спортивной медицине. Писатель больше, чем читатель. Заслуженный артист второго ордена Ленина медицинского. Мой постоянный визаве на всех публичных и непубличных выступлениях. Евгений Гаткин. И вот смотрите, как в анекдоте, в той старой истории про англичанина, который приходил в гости с чувством собственного достоинства, находился в гостях и думал, не потерял ли я хотя бы капельку собственного достоинства. И уходя, тоже думал, что не потерял ли я капельку собственного достоинства. Вот с такой же завидной маниакальностью мы с моим другом Евгением, анализируя то или иное событие в жизни страны, в жизни друг друга, неважно, свое или чужое действие, задаемся вопросом, а не предали ли мы идеалу нашей юности. Ответственно отвердая – нет. Поэтому на том стоим. Евгений Яковлевич, спасибо вам. Итак, мы возвращаемся к песне, наверное, для Симакова. Следующая песня тоже родом из нашей юности. Называется она «Кому что снится». Снятся лошади садиновые травы, Золотистые овсяные дожди. Жеребенок, неизведавший управы, Ржет транзительно «Маманя, погоди!» Скоро точится садиновое поле, Не тревожься, жеребенок, догоняй! Через три-четыре садиновое Станешь ты вполне похожим на коня. Снятся девочкам мальчишки ловотрясы, Забияки, задаваки, трепачи. Снятся девочкам толщины лясы, Те, которые там хочется тащить. А как бы видеть, как бы летать, Как бы знать бы, где тот принц, Который в сказку позовет. Снятся девочкам обещанные сладьбы, До которых все на свете заживет. Снятся птицам, что ничто их не пугает, Что не надо птицам прятаться рожать. Снятся птицам, что орлы и бабугаи Не боятся перчим птицам подражать. Снятся птицам, да птицам надоело, Перелетная пустая суета. Снятся птицам, что в России потеплело, И не надо никуда перелетать. Снятся птицам, что орлы и бабугаи Ширпотребная отрыла полоса, Быть штанами паруси не некрасиво. Паруси не надо быть на парусах, Так заполощемся от ярости белья, И да здравствует хмельная высота. Лучше сгинуть белым парусом орлея, Чем до старости таскаться назад. Лучше сгинуть белым парусом орлея, Чем до старости таскаться назад. Спасибо большое. Следующая песня была написана в 1968 году, Извините за такую древнюю дату, К спектаклю «Испанские комедии» В Красноярском драматическом театре. Там есть одна интересная история, Я позволю себе ее рассказать. В 1968 году Леонид Павлович Симаков работал Главным режиссером Красноярского драматического театра, Они ставили там спектакль «Испанские комедии». И в ту пору к ним приехал на гастроли Известный, просто очень сильно известный в 60-70-е годы Барт Юрий Кукин. К сожалению, вот вы знаете, может быть слышали, Он недавно умер, 7 июля этого года, К сожалению, он скончался. И Кукин во время гастролей, После концерта, значит, так сказать, Они собрались в творческой мастерской За рюмочкой чая. И Симаков ему говорит, «Юра, а напиши мне, пожалуйста, Это я из первых уст рассказываю, Напиши, пожалуйста, песню Вот к испанским комедиям. Там надо про инквизиторов что-то написать». Кукин говорит, «А зачем?» «Ты сам, да и напиши, Мне некогда типа того что-то». Он говорит, «Да я на гитаре играть не умею». Это была первая песня, мне написано. Он говорит, «Я сейчас тебе покажу два аккорда. Один вот такой, ля-мажор. А второй вот такой». Говорит, «Могу третий показать, Но это уже будет через счет, Ты не справишься». Говорит, «Вот два аккорда и сочинение». Леонид Симаков написал свою первую песню, Которая называется «Куплеты инквизиторов», К тому самому спектаклю. Ну, как вы сейчас услышите, Именно на этих двух аккордах. От костей до силы, Человек 새цым theorem Сема Ну, основной В Experience iva Да до сихии грешных били-били-били, били-били бьём Еретий гость распределяем по кострам А-а-а, стыд и срам, а-а-а, стыд и срам А-а-а, вину и женщину любим только по постам А-а-а, в гости людям мясо нам Кто слабее, кто глупее А кто сильнее и глупее, кто умнее А-а-а, от портопа, от портопа пелевей Полумнели тот те, кто попленил на этом свете Можно всё на том нельзя, а-а-а, согрешить А-а-а, так и сяк, а-а-а, и не напрасно Скажет вам любой посяк, а-а-а, кто не в рясе Тот дурак В нашу веру мы вели А кто не верит тем, а на нем и смерть Чтоб злодея, халилея, не попадно было на небо глядеть На небе шинят, кроме Бога никого А-а-а, нет, как нет, а-а-а, нет, как нет А-а-а, а прилипет снег и Бога самого А-а-а, только это наш секрет Мы не звери, что бы, что бы Мы везде, но нас не надо замечать Днем и ночью мы готовы быть Нас самих от наших мыслей защищать Да, нас нет нигде, но и простить всё же есть А-а-а, нас не счесть, а-а-а, бой не счесть А-а-а, мы знаем, где вам надо встать и где вам сесть А-а-а, мы всё, даже здесь Спасибо Ну, как часто бывает, произведение написано Во времена еще не очень развитого социализма Но уже с человеческим лицом теперь звучит свежее актуально сегодня В эпоху неё феодального катаклизма, так сказать Переходим к следующему произведению Наша следующая песня Ну, трудно сказать, что она имеет не политический окрас Но в свете сегодняшних взаимоотношений с южным дружественным государством Некогда дружественным, пожалуй, имеет Вот, и мы посвящаем её замечательной стране Грузии И красавцу городу Тбилиси Вот, песня исполняется на русском языке Мы оставили только два грузинских слова Вы их без труда узнаете Да-а-а На старинном дефицитском базаре Сидел старик, птиционный Получив от прохожего очередную рубль Он допускал из клетки ворова Или голубя Или своего единственного орла Птица делала прощальный круг над базарами И всякий раз улетала В одном и там же направлении В стариковскому дому Но этой маленькой хитрости Никто не замечал Потому что старик много И охотно пел По имени леди, мадам, гражданки Градцы, всем им спасибо дам Всем, кому мимо птичек Пройти его мочь Под кружевами, под шелками Трет им мозолевый кашеками Я вам от имени птичек хочу побочь Если в неволе топиться птица Не по-грузински на рубль скупиться Я вас прошу, не будите во мне грозу Что ты на ворона пальцем птичешь? Что говоришь? Ты чихал на птичек? Ты не грузин, айс, на спортом ты Грязун, грыч Гамарджоба, геннад свадьбе Гамарджоба, геннад свадьбе Хорошо спеть на свадьбе Хорошо ты спеть на свадьбе Спеть на свадьбе хорошо Гамарджоба, геннад свадьбе Гамарджоба Тот послезду свою глотает Будто грузин он, а не лежает Тот не грузин, а выродовый Бижон, бижон Грузин, грузином бы вовсе не был Не будь в горах, он в объятьях в небо Там он лелеет землю виной Ищет, ищет Эй, брюнетистая плагинка Со скуперняем в тупых подвигах Все у тебя тупое, мой дорогой Эй, брюнетистая брюнетка Вам подошла бы вот эта клетка Лучше жить с попугарем, чем с дураком Камарджоба не на свадьбе Хорошо бы спеть на свадьбе Спеть на свадьбе хорошо бы Я не на свадьбе согласен с вами Умные люди столько не живут, а зря Я пошутил, послушай, милый Я воевал с самим Шамилем За государь императора, за царя Как мы с казаками воевали Вы воевали тогда едва ли Помню, тогда командир у нас был непростой Если б убили нам командира Не было бы ни войны, ни мира Тем командиром писатель был Граф Толстой Камарджоба не на свадьбе Хорошо бы спеть на свадьбе Спеть на свадьбе хорошо бы Камарджоба Что, дорогой Чичикок, молчишь ты Впрочем, ты рядом со мной, молчишь Как сколько тебе? Разве сто двадцать восемь? Постой, постой Помню, с войны я возвратился Ты в эту осень как раз родился Ты молодец, ты выглядишь на все сто Как бы мои не шалили в бочке Я поселился бы в видной бочке Даже шашлык без рюмки колючка пьешь Ты где на свадьбе покинул горе Так почему ж ты не пьешь от горя? Ах, нету горя, тогда почему не пьешь? Пьешь, пьешь, пьешь Не успевая на свет родиться Мы начинаем с собой гордиться Не отличая орлов от голубей Мир не назвали чудно устроен Жить хорошо без царя на троне Жить хорошо без царя на троне Жить не совсем хорошо без царя в голове Гамарджуба не назвали Гамарджуба не назвали Хорошо без царя на свадьбе Спит на свадьбе хорошо без царя на свадьбе Гамарджуба не назвали Гамарджуба не назвали С позволения сказать шуточная Извините за такой термин По сути, это инструкция Да, это инструкция о том Как не замерзнуть Если вы решили переночевать на улице Не доведя до двери вашего подъезда Каких-нибудь нескольких метров Ну так бывает, знаете Не рассчитали силы Они гончились Чтобы в этой ситуации не наступило Трубное окоченение Необходимо между собой и планетой Положить некий теплоизоляционный материал Герой следующей песни Положил как раз под себя фанерочку Поэтому песню мы называем фанерочка А на самом деле полное авторское название Песня пьяного интеллигента Или неуютная ночь Дело было в сентябре Ночевал я во дворе Лежа на фанерочке И не то, чтоб много пил И не то, чтоб зло копил Ну не хотелось к верочке Я валялся как рот Милицейским патрулем В спешке не подобраны В габарниновом плаще Неженатый и вообще Жизнью не обограны Я лежал, соображал Сам себя не уважал За любовь к Эль-Соте И неприлично в сентябре На фанерке во дворе Ночевать без зонтика Я лежал на постой С непокрытой головой Полосеный веер Я дрожал всем корпусом Я лежал, околевал На меня в город не клевал Ой, неужели ж брезговал То ли был я слишком пьян То ли город был в формах Нежиловый, нетрезвый Я лежал, душой ленял Эту песню сочинял Охмуренный веер Своим серым веществом И согласны с большинством Дубу горного веер Я лежал, певка ходил Языком слегка хрустил Неросинки с вечера Под желтеющим пустом Я распинулся пластом Тихо и наверчу Скоро дворники пойдут Давай дворы меня найдут К телефону кинуться Обмахнут меня и твой Сново встану я живой Часть колодина Часть в четырнадцать Обмахнут меня и твой Сново встану я живой Часть в четырнадцать Да, ну что ж, друзья Вот я, пожалуй, подойду к тому, с чего мы и начинали Вот с этой истории Знакомство с автором этих песен В восемьдесят пятом году мы участвовали, как я уже говорил, в сборном концерте В Тушино, это был клуб «Красный октябрь» Там было очень много, ну теперь уже, можно сказать, звезд жанра Вот, выступала Вероника Долина, Олег Нитяев, Мещуки и так далее Ивашенко Васильев Вот, в этом концерте принимали участие мы Ансамбль «Нашеловка» В СССР в ту пору был сухой закон Да И, значит, мы втайне, так сказать, от всех Стоя за кулисами, принимали допинг Вдруг перед нами возник большой человек с добрыми глазами Вот, проницательно, так пронзительно посмотрел и сказал Что, закусываете? Говорим, да нет, просто колбасу едем Показали это просто в докторской колбасе Говорим, да ладно, закусывайте, закусывайте Вот, ну, в общем, так состоялось знакомство с Леонидом Семаковым Потом он сидел в отдельной комнате Да Потом он сидел в отдельной комнате, репетировал Он отвернулся лицом к стене Была его манера репетиций Он прятал голову, так сказать, в песок И думал, что он уединился Вот, и сидя лицом к стене, он что-то напевал Вот, и эти песни так заворожили всех за кулисами Что все собрались в этой комнате и, в общем, слушали его песни Вот, и в зале публика не очень понимала, что за аплодисменты доносятся из-за кулис Вот, ну, в общем, вот такая, понимаете ли, история Прошло всего целых 26 лет с той поры И мы заканчиваем, как бы, так сказать, вот нашу программу Еще одной очень грустной песней Леонида Семакова Которая как раз очень подходит для заведения в стиле кабаре Где мы сейчас с вами находимся Песня называется «Философический канкан» Если в ритме бодрого Кавказа Можно жить на севере Кавказа И на юге острова Таймыр Можно быть Давидом и Кириллом Можно жить и долго, и в долгах Можно пить в Боржоне на Курилах А можно пить портрей в Есентуках А можно пить портрей в Есентуках Жажда жизни бросит удаления Дважды два надеются на пять Ждут весны безрогие олени Чтобы стать рогатыми опять Счастье нас обманывает часто Предлагая горную траву Можно быть здоровым, но несчастным Можно быть счастливым, но в гробу Страсть бездарной стала бы без драмы Глупой трёпкой стала бы фата Невозможно королю без дамы Невозможно даме без войта На любовь не выдана патента У любви сжиманное лицо Можно быть желанным импотентом А можно быть постылым жеребцом Жизнь, она меняется с годами Преддаваться стоит ли тоске Можно нахимичить в Магадане А сидеть на химии в Москве Каламбур в фонарь в словесном мраке Был-то прежде будет и потом Можно быть скотолкой и по храге А можно быть без крака и скотом Можно на вершине не решиться Можно быть с вершиной моты Можно быть непонятым при жизни А можно быть при жизни Понятым Жизнь и пекутаясь И пугая Усмиряя мнение своё Можно быть бесстрашным Попугаем А можно быть пугливым Соломом Сейчас репетируем с женским тортебалетом Эту джин-омом Дорогие друзья, большое вам спасибо Мы как-то так быстро мчались, что закончили раньше времени У нас есть ещё время выпить, закусить, пообщаться Кстати говоря, если у кого-то из присутствующих вдруг Неожиданно нету вот этого самого диска, о котором я рассказывал с песнями Леонида Симакова Он есть в фойе, обращайтесь Большое вам спасибо, мы вас очень любим и ждём Что я сделал? Да! Спасибо! Вы знаете, в зале Ольга Орлиновна, Ариста Кисян Она знает, что говорит Значит, с удовольствием представляю моих друзей-единомышленников Это не просто музыкантов Вот, с которыми мы всё это делаем Надеюсь, будем делать Блестящий музыкант Анатолий Шаров Да, сегодня вы слышали, это была скрипка и аккордеон На самом деле в арсенале у него гораздо больше инструментов Замечательный гитарист Алексей Сенин Баз-гитара Виктор Жаров Маскируется под таджика, но ничего, очень красиво Мой друг, давний друг, замечательный фотохудожник И прекрасный гитарист Виталий Степанов АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам, друзья Приходите Я вас буду информировать о нашем Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Мой друг Георгий Топчьян А теперь и мой АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Песня «Регуля» Если хочешь сойти с ума, Лучше способа нет. Поезд длинный, смешной чудак, Снак рисуя твердит вопрос, Что же, что же не так, не так, Что же не удалось. Заблудилась моя печаль, Между пихт и берез, И не действует по ночам, Расстояний наркоз, Расставаясь, шептал пустяк, Ведь не видишь же ты насквозь. Просто что-то не так, не так, Что-то не удалось. А поезд длинный, смешной чудак, Как замучил меня вопрос, Что же, что же не так, не так, Что же не удалось. Ариэлем хотел улететь, Ни любви, ни забот, Или в горы как налететь, Уходить каждый год. Впив колено, тоску, кулак, Удержи от ненужных слез, Просто что-то не так, не так, Что-то не удалось. А поезд длинный, смешной чудак, Расставаясь, отвердит вопрос, Что же, что же не так, не так, Что же не удалось. А поезд длинный, смешной чудак, Расставаясь, отвердит вопрос, Что же, что же не так, и не так, Что же не удалось. А в тайге по утрам дома, Дым твоих сигаретах, Если хочешь сойти снова, Лучше с мостом огнем. Поезд длинный, смешной чудак, Знаг рисуя, отвердит вопрос, Что же, что же не так, не так, Что же не удалось. А поезд длинный, смешной чудак, Как замучил меня вопрос, Что же, что же не так, не так, Что же не удалось. Что же не удалось. Что же не удалось. Еще раз спасибо вам. До новых встреч. Ну, у нас, конечно, есть в сундучке. Хочу вам рассказать, Что песня про поезд Юрия Кукина, Это сейчас была чистейшая импровизация, Поскольку мы с Виталиком ее пели. Спасибо ребятам, спасибо Алексею, Он прямо на ходу все сделал красиво. Следующая песня Евгения Клячкина, Еще одна, точнее, песня. Это одна из его цыганочек, Называется она «Грустная цыганочка». Да, в «Аранжировке» Виталия Степанова. Что любить, когда кругом потери Остается жить без веры, Верим, что родные люди Все, кого мы любим вечно, С нами будут. Не жути, когда судьба Поманит, не грусти, Когда она обманет. Игонки глотая, Снова жизнь мотая истина, Поймешь, проста я все, Что еще вчера Из бетона нынче. Ступи хоть шаг, Но бетону там, где Еще вчера плыл твой плотик нынче, Пузыри в болоте. Что любить, да только то, что близко. Полюби, дружок, себя без риска, Да не тропнет пламя перед зеркалами, Где твое лицо, как в раме. Полюби стекло, металл и камень, Поруби свои беже руками. Все живые звезды, Что нас так тревожим, Погуби, пока не поздно. Что, брат, легко сказать, Это правда, плють, И растоптать Вся-то радость, что, брат, Не хватит сил, И не надо так, Живей, как жил, Не падай мертвым. Оставь покой, Это точно ты ведь, Пока живой кровоточишь, Прочих ответов нет, И не будет так устроен свет. Илю, что любить, Когда кругом, Потери, что любить, Когда кругом, Потери, что любить, Когда кругом. Друзья, У нас не останется времени На выпуск закусить. Понимаете, тут строгий хронометраж. В наше время до 18, И уже мало времени остается. Поэтому еще раз спасибо вам большое. Веселую! Веселую? Не, небо синее не получится сейчас. Это пока лабораторные исследования. Друзья, ну правда. Я не могу. Это вас имели в виду, Виталий. Заметьте, не я это предложил. Ну, просто мы не готовились на бис, И вот сейчас суражно Перебираем в своем сундучке, Чтобы это было достойно, Чтобы не ударить в грязь лицом. А, ну, кстати, да, Может быть. И все. И все. Песня на стихе Алексея Морозова, Кстати говоря, доктора, В выпускниках первого птица. И все. Музыку написал Вадик Мещук. Ну, вот и опять застолье, И в масляных пятнах плед, Наследие времен застойных, Когда-то счастливых лет. Там водочки привпустили, Там речи вождя смешны, И жены еще не вины, И сами мы не грешны, И жены еще не вины, И сами мы не грешны. Слащавый бармен застой, Сварганит любой как пыль, А я из времен застойный, А лжинском закате, Там вкус карамели взлетной, Там дым поперел с прибой, И свитер прожженый сленый, И пух над верхней губой. И свитер прожженый сленый, И пух над верхней губой. Давайте же выпьем, братцы, За этот горний приют, Куда уже не добраться, Где нас еще не боют, Где хрипло дерзит Высоцкий, Подвинул плечом боной, И больно глядеть на солнце, И Леннон всегда живой. И больно глядеть на солнце, И Леннон всегда живой. Где вкус карамели взлетной, Где дым поперел с прибой, И свитер прожженый сленый, И пух над верхней губой, И свитер прожженый сленый, И пух над верхней губой. Спасибо! Георг Торчьян, Толя, Алексей, Виктор, Виталий, Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.